Вести Карачаева, Черкесия 42 единицы специализированного автотранспорта пополнили автопарк социально значимых учреждений Карачаевой Черкесии. Курорт Архез откроет горнолыжный сезон единовременным запуском южного и северного склонов. На территории Карачаевой Черкесии с 14 ноября по 14 декабря проходит месяц по безопасности дорожного движения. Далее об этих и других темах подробнее. Карачаева, Черкесия Карачаевским автобусом повышенного класса комфортности «Хайгер», рассчитанным на 51 место, обзавелся и Республиканский черкесский драматический театр имени Мухарбека Акова. Автобус получен в рамках реализации мероприятий Государственной программы России развития культуры и партийного проекта «Театры малых городов» Федерального партийного проекта «Культура малой Родины» Всероссийской политической партии «Единая Россия». Подробности сообщил министр культуры Республики Зурапа Гербов. В этом году наши все театры, наши ансамбли подготовили отличную программу, посвященную столетию. Теперь благодаря такому транспорту, но благодаря предыдущим автобусам, которые у нас есть и 19-местные поменьше, у нас теперь есть отличная возможность полностью покрыть нашу республику, прежде всего дома культуры в селе, а также соседние регионы, столицы и более далекие края нашей культурной работы. Что показать у нас есть, теперь благодаря такой поддержке мы активно будем гастролировать, поэтому, конечно, спасибо проекту. Все двери теперь открыты нашим артистам. Состоялась рабочая поездка заместителя председателя правительства Республики Евгения Гордиенко и министра строительства ЖКХ Карачаева-Черкесии Рената Семенова в Карачаевский городской округ. Вместе с исполняющими обязанности директора «Газпром» Межрегионгаз Черкесск Олегом Дергачевым проинспектировали инфраструктурные и строительные объекты, расположенные на территории Тиберды и Домбае. Это две котельные в Тиберде. В соответствии с намеченным сроком, центральная котельная города будет запущена уже до конца текущего года, а вторая – в начале следующего. Представители власти осмотрели и центральную модульную котельную в Домбае. Ее ввод в строй планируется в следующем году. На состоявшейся встрече министра образования и науки Республики Инны Кравченко с победителями муниципального этапа республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший учитель родного языка и родной литературы» обсуждены вопросы к подготовке к 12-му Межрегиональному профессиональному конкурсу учителей родных языков и литератур субъектов СКФО и Адыгеев в Карачаево-Черкесии. Мероприятие будет проходить в течение двух дней – 24 и 25 ноября текущего года под названием «Мы разные, но равные». Готовность горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии, обновление туристической инфраструктуры и спектр предоставляемых услуг обсудили в рамках пресс-конференции, прошедшей на базе информационного агентства ТАСС. Предстоящий зимний туристический сезон на Северном Кавказе в рамках глобального бренда «Кавказ-Гран-Туризма» обсудили руководители отраслевых ведомств макрорегиона. Республика эффективно реализует мощный потенциал социально-экономического развития в сфере индустрии гостеприимства. И надо отметить, что показатели у нас стабильно ежегодно растут на 15%, отметил в ходе пресс-конференции министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Тикеев. Я бы хотел коротко рассказать о туристическом потоке в регион. Так, за 2021 год у нас туристический поток 1,749,000 туристических прибытий, а вот 9 месяцев уже 1,612,000. Донбай представляет современную инфраструктуру, которая на сегодняшний день есть. На территории размещено более 100 отелей, это порядка 7,5 тысяч мест размещения единовременного, 25 километров современных горнолыжных трасс разного уровня сложности. В ТРК Архиз молодой курорт, который вот уже за 8 лет увеличил турпоток в 7 раз, и сегодня турпоток в Архиз по итогам 2021 года, это почти 800 тысяч туристических прибытий. Также доступны 27 километров современных горнолыжных трасс различного уровня сложности. Это порядка на самом ТРК Архиз 2 тысяч мест размещения, и в одноименном поселке Архиз это более 4 тысяч мест размещения. Правительство России увеличило список заболеваний, при которых дети и их сопровождающие смогут бесплатно добраться к месту лечения и обратно. Такая возможность появится у детей инвалидов с онгологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью. Решение коснется детей с инвалидностью, проходящих противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находящиеся на гемодиализе. Оно также будет распространяться на их родителей и сопровождающих. Бесплатный авиаперелет будет предоставляться в случае, если дорога к месту лечения на железнодорожном транспорте занимает более 12 часов или составляет более 1 тысячи километров. Министерство природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии и Северокавказская государственная академия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере организации проведения совместных мероприятий образовательного и научного характера с целью развития науки и образования в области природопользования. Документ предполагает укрепление давнего и плодотворного сотрудничества, информационный обмен, совместную реализацию экологически значимых проектов, а также проведение совместных научных работ. В перспективе могут быть реализованы новые совместные проекты в сфере экологической безопасности, экопросвещения, сохранения экосистем и особо охраняемых природных территорий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это день повышения правовой грамотности в области защиты прав и законных интересов каждого ребенка. Министерство юстиции России и его территориальные органы выступают организаторами, проводимых в его рамках массовых мероприятий. В большинстве случаев дети не могут и не знают, куда обращаться со своей защитой. Поэтому основная задача проведения Всероссийского дня правовой помощи детям, это правовая помощь детям-сиротам и детям, находившимся в трудной жизненной ситуации, а также широкое информирование граждан о возможностях системы бесплатной юридической помощи. Мероприятия будут проведены федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации в взаимодействии с органами государственной власти Карачаевской Республики при участии некоммерческих организаций, занятых в сфере работы с детьми-сиротами и поддержки приемных детей. Адреса и время работы пунктов оказания бесплатной юридической помощи указаны на сайте Управления Министерства Юстиции Российской Федерации по Карачаево-Черкесии. Карачаево-Черкесия 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 Казамат Кубанов и тренер Тимур Кишмахов. Они показали, как необходимо действовать в нестандартных ситуациях, чтобы избежать опасностей и конфликтов. Ребята отработали несколько базовых приемов, которые помогут в экстренных ситуациях. Художники и фотографы Карачаева Черкесии принимают участие во Второй международной биеннале современного искусства Кавказа, которая проходит в эти дни в Грозном. На выставке представлено 500 произведений от классической живописи и скульптуры до стрит-арта и NFT. Проект собрал 185 участников из всех субъектов Северного Кавказа, а также Англии, Франции, Германии, Бельгии, Израиля, Китая, Турции и Иордании. Тема биеннале этого года – спустившиеся с гор. Свои работы представили наши земляки, фотограф Ирина Турусов и Алина Хутова, а также художник Рустам Джужуев. Биеннале продлится до конца января следующего года. На территории Карачаева Черкесии с 14 ноября по 14 декабря проходит месяц по безопасности дорожного движения. По итогам прошедших 10 месяцев в республике отмечается рост трех основных показателей аварийности, в частности, по количеству ДТП почти на 20%, по числу погибших на 44% и раненых на чуть более 22%. О том, какие мероприятия будут проводиться в республиканской столице, рассказал инспектор направления по пропаганде отдела ГИБДД МВД по городу Черкесску майор полиции Руслан Каблахов. В ходе данного мероприятия сотрудники ДПС и ОГИБДД по городу Черкесску будут проводиться мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения, то есть беседы в школах, беседы с преподавательскими коллективами, будут проводиться родительские собрания. Наряды будут приближены к очагам аварийности. На курорте Архес впервые единовременно запустят оба горнолыжных склона. Сейчас здесь работают системы искусственного снегообразования. Полным ходом идет подготовка горнолыжных трасс четырех на северном склоне, двух в поселке Романтик и одной на Лунной поляне. По предварительным прогнозам в начале декабря уже начнется сезон. Все канатные дороги и техника прошли необходимое обслуживание и обеспечены запасом нужных комплектующих. Кроме того, к Черной пятнице курорт подготовил предложение, благодаря которому даже в Новый год туристы смогут кататься экономнее, чем в прошлогодние зимние каникулы. С 15 по 30 ноября на популярные тарифы действует скидка 15%. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов, в горах местами 4-9 градусов. В Черкесске без осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 12 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго! На правах рекламы С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Внимание водителям грузового транспорта. Оперативный штаб Краснодарского края сообщает. Временно ограничен проезд грузового транспорта через Керченскую паромную переправу. Исключение – грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры и отдельные виды товаров первой необходимости. С полным перечнем товаров, разрешенных для провоза паромной переправой, можно ознакомиться в постановлении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на сайте администрации Краснодарского края. Для остального грузового транспорта, возможностью проехать на Крымский полуостров, станет оснащенный автозаправочными станциями «Сухопутный маршрут». Он проходит через Ростовскую область, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорога из Таганрога на полуостров займет около 7 часов. Детям нужно ну очень много для счастья. Сказочные путешествия. И добрый волшебник. Заколдованные принцесса. Трехразовое питание с сосульками на десерт. Ездовой папа. И в ямку. А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь поддержкой национального проекта «Демография». Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!